На проспекте Ивана Яковлева в столице республики продолжается реконструкция участка дороги от привокзальной площади до кольца проспекта 9-й пятилетки. Наша съемочная группа отправилась узнать, как продвигаются работы. За 9 дней, пока проспект в районе железнодорожного моста был перекрыт для автомобильного транспорта, горожане порядком подустали от пробок. На сегодняшний день движение восстановлено, а все работы выполнены с небольшим опережением графика. Были выполнены следующие виды работ с полным ограничением движения. Замена слабого основания по результатам изыскательских работ выявилась. Слабое основание, оно было в полном объеме заменено. Укладка асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, ограждение, устройство временных тротуаров. Завершение реконструкции планируется ко дню республики. К празднику улица будет иметь законченный вид с озеленением и полным формированием проспекта. И это не единственный подарок. Когда-то дорогу по улице Кривого горожане посчитали одной из самых худших в городе. Сегодня здесь кладут асфальт высокого уровня, как, например, на улице Калинина. Таких реконструированных дорог в городе будет всего 11. Согласно программе «Капитальный ремонт проезжей части городских дорог на 2014 год», в их число также войдут три моста – Московский, Гагаринский и путепровод по проспекту Мира, Марпосадское шоссе, улицы Орлова и Мичмана Павлова, Игерский бульвар, проспект Ленина, перекресток улицы Хузангая и 9-й пятилетки и кольцо Шубашкар со съездами. «Работы будут проведены такие – это фрезерование, потом ямочный ремонт, потому что после фрезерования мы обнаруживаем, что там полотно не очень хорошее, так как улицы очень старые годы постройки, давнего года постройки, ямочный ремонт, потом на крайние полосы будут положены сетки, геосетки для поддержания общественного транспорта, я имею в виду троллейбусы, которые в нагруженном состоянии весят более 20 тонн. И затем укладка нового слоя асфальта – ЩМА». Чтобы предотвратить образование больших пробок, полного перекрытия ремонтируемых участков не будет, только по полосам. Однако этого не удастся избежать на мостах. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика.